Добрый день, коллеги! Я сегодня, как говорит Филипп Киркоров, не в голосе, поэтому больше, чем 10 минут, просто даже не выдержу. Тем не менее, позвольте вам вкратце рассказать о результатах работы за последние несколько лет, которые мы в этом году реализовали уже, так сказать, практически. Все продукты, которые разрабатывает Росфильмаш, в том числе и электронные системы, проходят достаточно долгий путь, связанный с валидацией, с тем, чтобы оборудование было проверено в боевых условиях. При этом нет каких-то электронных систем, цифровых продуктов, которые не требуют, так сказать, вынимательного подхода. В рынке иногда бытует мнение, что какие-то системы, ну, очень простые, скажем, там, система идентификации оператора, ну, что там, казалось бы, да, терминал для сочетования RFID-карт и, собственно говоря, сам считывать. Ну, я вас уверяю, нет мелочей, даже такие, казалось бы, безобидные штучки, они могут привести к печальным последствиям. В частности, у одного из наших клиентов неправильный монтаж и эксплуатация этой системы привела к тому, что случился пожар, и только чудом удалось избежать трагических последствий потери, так сказать, комбайна. Ну, вкратце скажу, что мы прирастаем и по количеству сотрудников, и по количеству продуктов. И в этом году счастливое для нас событие. Закладка первого камня строительства нового завода, первого на постсоветском пространстве тракторного завода, который принадлежит нашей компании. К слову сказать, тракторы мы уже освоили практически всю линейку от 280 до 620 лошадиных сил. Поэтому строительство тракторного завода – это логичное продолжение всей нашей истории для того, чтобы обеспечивать от крестьянско-фермерского хозяйства до крупного холдинга всей линейкой техники. У нас достаточно большой коллектив работает над созданием электронных систем. Он прирастает, более 100 человек – это схемотехники, конструкторы, программисты, ну и, собственно говоря, наши партнеры, у которых есть уже какие-то элементы, системы, которые нам нужны. Все вот эти люди трудились над целым рядом очень важных и нужных элементов не только точного земледелия, но и отцифровки всего процесса растеневодствия. Одним из главных продуктов наших был и остается агротроник. Из простой тренематической системы он превратился в систему агроменеджмента. В нашем понимании агроменеджмент – это управление процессом, в том числе и в растеневодствии. Агротроник помогает увидеть все эти процессы, которые происходят в поле, как говорится, на ладони. Не только месторасположение и состояние техники, но и благодаря целому ряду систем оценить, как работает техника, насколько правильно выполняются операции. И нашим ключевым, наверное, отличием от многих других систем агроменеджмента является то, что наша основная задача не благодаря каким-то спутниковым снимкам, индексам сказать, чтобы что-то произошло или уже состоявшийся факт. А наша задача заключается в том, чтобы здесь и сейчас зафиксировать факт того, что что-то пошло не так, чтобы можно было это дело исправить. У некоторых наших партнеров пока нет этого оборудования. И, к сожалению, там, к примеру, проблему с высевом, с просевом или недосевом, они могут увидеть потом уже либо в поле, либо на снимках. А мы предлагаем эту проблему решать онлайн во время севы. В том числе благодаря системе контроля глубины, которую мы планируем уже в следующем году как продукт презентовать и реализовывать на рынке. Агротроник — это не только система агроменеджмента, но и возможность в целом, в зависимости от цели, которая стоит перед предприятием, неважно, это крестьянское фермерское хозяйство, либо крупное холдинг, понимать всю детализацию, связанную в том числе и с персоналом, и с прицепными орудиями, которые во многих предприятиях все еще остаются, так сказать, терринкогнито. Самоводные многие машины уже видны, а прицепные — нет. Но это тоже важно для того, чтобы понимать в целом весь процесс. В этом году мы запустили в опытную эксплуатацию новый и очень важный, на наш взгляд, продукт — это RSM-роутер. Продукт, который на данный момент не имеет никакой, так сказать, железной части, кроме начинки, которая находится внутри машины. Этот алгоритм умный, он является частью агротроника и позволяет спланировать маршрут движения в поле. Собственно, мы здесь некоторым образом, наверное, чувствуем себя Яндексом в сельхозсфере, потому что мы решаем вопрос в логистике. К сожалению или к счастью, до недавнего времени все это происходило, скажем так, интуитивно. То есть тот же комбайн или группа комбайнов приезжает в поле, начинает уборку, как правило, просто с места, где ближе подъехал, и начинается уборка справа налево, там, челноком или звене. Но все это, как правило, малопрогнозируемо, и самое главное, что зачастую нет понимания, где произойдет наполнение бультера и выгрузка. Поэтому мы поставили перед собой и нашими партнерами, кстати, которые находятся в этом зале, решить эту задачу. То есть спланировать маршрут движения для одной или группы машин в поле. И второе — это обозначить место выгрузки, благодаря имеющейся информации, а именно размер поля, планируемая урожайность, ширина захвата жарки, производительность машины. Благодаря вот этим характеристикам алгоритм сначала создает маршрут, и далее по мере исполнения обозначает место выгрузки. Наши предварительные испытания показали точность в 50 метров, что, собственно говоря, достаточно неплохо для того, чтобы дать возможность машине-перегрузчику, либо КАМАЗу подъехать как можно ближе к месту выгрузки и сократить время, которое отводится на выгрузку зерна. РСМ-роутер — это не просто навигатор, это не просто программа, которая планирует маршрут, прокладывает маршрут, это еще и часть системы автовождения Агротроник-пилот 1.0 и Агротроник-пилот 2.0. Мы работали над системой автовождения в течение последних пяти лет. Мы пробовали системы на основе машинного зрения, технологии ГНСС, РТК, и в результате пришли к мнению, что наиболее оптимальным вариантом будет использование либо системы ГНСС плюс РТК, либо системы ГНСС плюс РТК, плюс машинное зрение. Вот, собственно говоря, так и появились эти два продукта. Если первый продукт, Агротроник-пилот 1.0, это, по сути, ну, наверное, ответ уже существующим в мире десяткам различных других систем автовождения, то Агротроник-пилот 2.0 это первая в мире система, которая включает в себя сразу две технологии – машинное зрение и ГНСС, РТК. При этом надо отметить, что для нас машинное зрение является элементом, обеспечивающим исключительную безопасность, но никак не маршрутизацию движения. Дело в том, что проведенные нами опыты свидетельствовали о том, что машинное зрение не дает точности лучше 30 сантиметров. Для автовождения это, конечно, неплохо, но достаточно мало для того, чтобы достигать эффективных результатов. Поэтому мы решили использовать технологию ГНСС, РТК, которая обеспечивает точность 2,5 сантиметра. Подключили наши возможности, связанные с управлением рабочими органами и процессами, то есть авторазворот, поднимание и опускание орудия. То есть наша система обеспечивает полный цикл автоуправления комбайном во время комбинирования, включая управление траекторией движения, скоростью, авторазвороты, поднимание и опускание жадки, ну и, собственно говоря, остановка перед препятствием. Именно эта функция доступна в системе машинного зрения, которая детектирует любой объект в поле, человек, автомобиль, кабан, лось, дерево, столб. Они, к сожалению, иногда возникают в поле ночью или днем и приводят к достаточно печальным последствиям. В зале есть коллеги, которые сталкивались, к сожалению, с своим, так сказать, производством сельскохозяйством, с порчей имущества и техники. Эта система призвана как раз таки обеспечить остановку перед препятствием и предотвратить возможную порчу имущества, ну или, не дай бог, травмы или потерю человеческой жизни и жизни животного. Система обладает также возможностью отправки заданий непосредственно на машину, на систему автоуправления. Таким образом, обеспечивая полный набор функционала, который на сегодняшний день только можно представить для системы автоуправления. Комбайнеру в этой ситуации остается только наблюдать за всем происходящим и не вмешиваться в этот процесс. Поверьте мне, все это вышеперечисленное могло бы, конечно, подтолкнуть меня говорить о беспилотном комбайне, но я не буду говорить про беспилотный комбайн, потому что беспилотный комбайн это комбайн, который движется без оператора. Мы на сегодняшний день не призываем вас убирать оператора без комбайна, потому что это не рекомендовано, потому что до сих пор не решен вопрос, на чьей ответственности будет лежать та или иная ситуация, связанная с работой машины в поле. Как только будет решен юридический вопрос, связанный с применением подобных беспилотных технологий, можно, ну и целый ряд других вопросов, да, допустим, мы сейчас с КАМАЗом работаем над вопросом автоматизации выгрузки урожая, то есть беспилотный комбайн, беспилотный КАМАЗ, встретились машинные взаимодействия и системы соответствующие, позволяют им друг друга увидеть в поле, осуществить выгрузку урожая, потом, возможно, какой-то автомобиль, дозаправщик, тоже беспилотный, подъехал в автоматическом режиме, заправил беспилотный комбайн, вот тогда, наверное, когда мы организуем весь этот цикл работ, можно будет говорить про беспилотные машины. Пока это системы высокой степени автоматизации. Знаете, как, о конкурентах либо хорошо, либо ничего, вот тот самый слайд, когда мы о себе хорошо конкурентов говорить ничего не будем. всегда, когда приступаем к новой разработке, мы ставим цель быть лучше, чем конкуренты. Поэтому, вот, собственно говоря, красноречиво наш функционал и только функционал основных трех конкурентов, которых мы видим на российском рынке. Алик, и очень минутку. давайте, наверное, еще буквально в нескольких словах. Карта урожайности мы сделали универсальную систему, которую можно установить на любой абсолютно комбайн, производство Россельмаш или Неросельмаш, российские компоненты, наше собственное ПО, выгрузка карт для создания для дальнейших карт дифференцированного внесения. Что тут еще можно сказать? Эти карты мы делаем точнее системы мы сделали сразу универсальными. Их можно устанавливать, эту систему можно устанавливать на современные машины Россельмаш ну и соответственно те, которые уже в поле, чем мы собственно говоря в течение сезона занимались. Более тысячи систем было поставлено, результаты хорошие и как нельзя вовремя с нынешними ценами на удобрения, на мой взгляд конечно карта урожайности как основа понимания плодородия починного очень важна. Ну да, еще подстудно, когда мы делали роутер, мы еще и решили вопрос идентификации оператора. Сейчас это в основном решается карточками, мы решили, что карточки не нужны, можно это все сделать при помощи приложения Агротроника, мобильного телефона, в котором есть камера. Технологию за нас уже много лет назад придумала компания Самсунг, поэтому мы просто ее интегрировали в Агротроника. Партнеры нам помогли сделать умную метку, соответственно мы теперь видим не только сколько отработал комбайн, но и каждое прицепное оборудование. Транспорт отойдет тоже наша партнерская разработка, которая позволяет блокировать шнек, если подъехала не своя машина, то есть пока не подъедет машина с необходимым брелком, значит это исключительно как бы для крупных предприятий, конечно и в основном российских, весьма интересный. Ну и в завершение вот про нашу медальную опцию ночное видение, очень пользуется спросом как в России, так и за рубежом, ночные обработки СЗР, они очень популярны, на юге это еще и внесение листовых подкормок, уже середины апреля, не поверите, в Краснодаре температура зашкаливает за 25, поэтому основные все обработки на юге уже теперь и в центре проводятся ночью, ночное видение помогает удвоить скорость при проведении этих операций, стоимость этого оборудования она достаточно быстро окупается. Ну и вот последний слайд, это как раз вот то, с чего уважаемый Николай Васильевич начал, мы начали считать как быстро оправдывают себя те или иные системы, вот перед вами слайд, он про реальную ситуацию с реальной урожайностью на юге, вот, соответственно, в одном случае мы посчитали сколько может сделать комбайн, который оснащен опцией автовождения, в другом случае без нее, да, это выгоды от сокращения сроков, выгоды от того, чтобы сократить потери, связанные с самосыпанием, ну и, соответственно, там сокращение расходов на ГСН, и все это в конечном итоге дает минимум полтора миллиона плюсов, то есть система автовождения Руссельмаш окупается буквально там за половину первой уборочной компании, если взять в целом уборочную компанию, да, это уборка зерновых и пропашных культур, то здесь эта система позволяет уже не только сэкономить, но и заработать, причем все конкретные цифры можете проверить, это данные, которые мы брали из достоверных источников, наша основная задача, на мой взгляд, в растеневодстве сейчас оптимизировать абсолютно все, оптимизировать все процессы и минимизировать влияние человеческого фактора, ибо именно в этом и есть наша задача увеличения производительности в растеневодстве. спасибо спасибо Олег Юрьевич есть вопросы к Олегу Юрьевичу? Пока нет можно спросить про систему RSM роутер, правильно ли я понимаю, что эта система командует КАМАЗу, когда и куда подъехать, чтобы выбрать? Смотрите, тут две части. Первая часть это формирование карты задания, которое поступает в комбайн, и оператор остается нажать только на зеленую клавишу, чтобы все начало исполняться. Вторая часть, да, действительно, это приложение у КАМАЗиста в смартфоне, который показывает ему геолокацию, ну, как в Яндекс. Навигатор или там Google карты показывают, куда вам надо идти. В этой программе можно ли дать задание выгружаться, допустим, только на краю поля? Безусловно. Безусловно, конечно, мы понимаем то, что и на юге, и в других регионах у нас целый ряд предприятий работают по нулевой технологии, где выгрузка разрешена только на краю поля. В этом случае алгоритм оценивает наполненность бункера благодаря датчикам, которые находятся внутри комбайна, и подбирает, ну, оценивает вражесие, подбирает тот край поля, который будет оптимально ближе к наполненности бункера для того, чтобы осуществить выгрузку с максимальной, так сказать, производительностью. То есть, я продолжу тему по ротору. То есть, ну, Кольевич, балуем и комбайнеров, если раньше ему нужно головой было работать, то теперь он должен какую-то кнопочку искать. Ну, нормальный комбайнер заранее открывает шнек, да, он видит, едет к нему транспорт или нет, и все остальное. Ну, балуем, балуем. Как бы не получили обратного результата. Но у меня вопрос следующего плана. Вы обозначили систему карта поления. Картирование правильно? Да, да. Она уже, она еще в теории, она уже на испытаниях или она уже вышла в рынок? Те тысячи системы, о которых я говорил, это продажи компаний «Руссельмаш» в текущем году. Из них карта урожайности составляет, не знаю, могу ли я это говорить, ну, ладно, уже начал, порядка где-то 300 системы. 30 центов от продукта, она уже реализуется. Она реализуется на новые комбайны, только устанавливается или же фермеры в присутствующем зале могут проявить интерес приобрести и дополнительно оснастить. Мы пока не можем устанавливать на новый вектор, но сейчас задача поставлена, чтобы даже на новый вектор, потому что мы понимаем, что эффективность внесения удобрений, в том числе дифференцированное внесение, это задача не только крупных холдингов, но и небольших предприятий. Поэтому, да, карта урожайности это основа понимания плодородия почвы и эта система доступна для всей линейки комбайнов в Россельмаш, кроме тех, которые я обозначил в плюс, мы можем вставить эти системы на комбайны конкурентов.